Добрейший денечек, дорогие друзья! С вами Криптофатеев. Сегодня у нас обзор рынка криптовалют. Последние новости за 24 часа. Прогноз биткоина. Также мы поговорим о форке EOS. Это Telos. Он к EOS блокчейну никак не относится, потому что некоторые путают, вводят людей в заблуждение. Сегодня мы поговорим о программном обеспечении EOS. И также поговорим о том, какие криптовалюты я вчера рекомендовал. Вы можете посмотреть мой прошлый видеоролик, где я говорил о криптовалютах Qtum, которая вчера дичайшим образом после выпуска моего видеоролика поднялась в цене. Мы видим то, что она прибавила в капитализации сразу практически больше 15 миллионов долларов и стоила уже 8.25. В то время, как обзор я снимал, она стоила 7.80. И, соответственно, да, она действительно прибавила в цене и куда-то откуда-то взялись 35 миллионов долларов. Сейчас она пытается закрепиться на 8 долларах. Но хочу сказать и заметить, что эти криптовалюты, которые я вчера перечислял, они нашли дно. И все, что тут я рекомендую, вы исходите из своей логики, покупать эту криптовалюту или нет. Я исхожу из того, что те криптовалюты, которые я вчера рекомендовал, они находятся на дне. Это, во-первых. Во-вторых, меня спрашивали про криптовалюту NEM. По ней я ничего не могу сказать, но хочу подчеркнуть то, что она тоже находится на дне. И сейчас альты к биткоинам, хочу подчеркнуть, тоже сейчас особо не дают рост, кроме каких-то таких альтов, как Bitcoin Diamond, которые все время пампятся и других-других. Что касается того, насколько у нас ситуация на рынке сейчас радужная. То есть я, когда еще, по-моему, 3 дня назад выпускал видеоролик, я говорил о том, что у нас капитализация пока что будет гулять до 300 миллиардов долларов. И в связи с этим биткоин может дорасти, долететь до 7800. То есть в перспективе, значит, дом в зону 7700-7800 он, я думаю, обязан взять. Ну и после этого последует откат, я думаю, на 7300. Но, конечно, тот факт, что мы сейчас пытаемся расти, особенно биткоин. То есть биткоин в большинстве случаев пытается показать рост. Это факт, он и есть факт. Ну, что касается доминанса, он тоже растет. То есть 45,5% уже. Это говорит о том, что биткоин доминанс уже больше, чем апрельский. Апрельский, апрельский был 45,2, а это уже 45,5. То есть я считаю, что можем дорасти до 47%, и биткоин может подняться в цене. Что касается альтов, тут же ситуация у нас остается прежней. Я считаю, что те, кто не успели вчера купить, по моим рекомендациям альты, которые я рекомендовал, вы можете подождать, вы можете для себя обозначить точку входа. Хотя вчера я все это сделал, все это обозначил. Но падать уже некуда, да, как говорится. Единственное, что тут, да, действительно, вот это в августе, что будет ETF, как оно повлияет, как вообще у нас развернется ситуация на рынке. Естественно, никто не знает, но точку входа, я думаю, все найдут, все обозначат. Как зайти и когда заходить в те или иные криптовалюты. Что касается форка Телос, я нашел на англоязычных источниках. То есть тут говорится о том, что Телос, форк EOS, EIO, это программное обеспечение. И не нужно путать, что это не относится к EOS блокчейн. То есть совершенно это форк, который вообще к блокчейну EOS, он никак не относится. И тут, кстати, на русскоязычных сайтах пишут, что это новый форк EOS, EIO, нужно подчеркнуть. И что Телос Network объявила о предстоящем форке EOS, EIO. И партнером компании являются EOS Barcelona, EOS Green, EOS Detroit и так далее. Сам же форк предлагает следующие основные изменения. Сохранение RAM доступным, стабилизация цены, уменьшение торговых спекуляций. Второе. Снижение стоимости запуска дайпс-приложений. Третье. Дополнительная защита для держателей токенов. Четвертое. Бесперебойная работа и стабилизация сети путем пересмотра принципа взаимодействия блок-продюсеров и их награды. Ну и так, например, количество основных БП останется 21, плюс добавится 30 резервных. Все БП будут получать одинаковую сумму, а резервным будут выплачивать 50% от ставки основных БП. Тем самым они смогут взаимозаменять друг друга при необходимости. Пятое. Уменьшение инфляции до 2,5%. Шестое. Возвращение децентрализации сети путем ликвидации экономического неравенства, уменьшение доли китов и сбалансированное распределение количества токенов среди их владельцев. В настоящий момент 1 из 0,6 адресов в сети EOS владеют 90% всех токенов. Ну, это все те самые киты. И мы можем сказать, что это, конечно, плохо. Это говорит о том, что спекулятивная особенность в монете, она остается. То есть в монете EOS. И держатели токенов EOS получат ТЕЛОС токены на основании снимка сети EOS RC20 в соотношении 1 к 1. При этом существует максимальный лимит 40 тысяч ТЕЛОС на адрес. Распределен будет примерно 330 миллионов токенов. Это означает, что каждый токен ТЕЛОС будет иметь в 3 раза больше доли сети EOS. Главное, сеть ТЕЛОС будет запущена в августе этого года. Тогда владельцы ТЕЛОС могут начать голосование за кандидатов-производителей блоков для достижения 15% для активации сети. Ну, это что касается ТЕЛОС. То есть тут в основном такая особенность, что это будет больше децентрализованный продукт. Ну, и вторая особенность, то что будет ликвидация экономического неравенства, то есть уменьшение доли китов, что есть в EOS и что очень сильно мешает. То есть манипуляция цены EOS, она очень легко может быть в силу того, что несколько человек владеют 90% токенов EOS. Ну, и подобную ситуацию я вчера отмечал, когда рекомендовал Anthology, то что в Anthology тоже можно манипулировать ценой, потому что 85% монет принадлежат нескольким человекам, а в то время как 15% простым пользователям. Ну, то есть по большому счету я считаю, те монеты принадлежат разработчикам, поэтому они могут манипулировать этой монетой и ценой этой монеты, вернее, как угодно. Ну, что касается новостей, MyEtherWallet добавил возможность покупки Ethereum за фиатные валюты и уже сообщается, что для покупки криптовалюты используется платформа Simplex. Одним из преимуществ Simplex называет использование искусственного интеллекта и продвинутых алгоритмов для обнаружения мошеннических действий. Если будет совершена подобная попытка, то противодействовать мошенничеству будет именно площадка Simplex, а не MyEtherWallet. Разработчики Ethereum предложили снизить, кстати, награду за блок на 33%, и снижение награды за блок компенсирует эту срочку ледникового периода, сохранив баланс в сети. Разработчики также отметили, что этот шаг снизит вероятность разветвления сети недовольными майнерами. Отметим, что протокол Ethereum предполагает существенно увеличение сложности майнинга для стимулирования перехода блокчейна на алгоритм консенсуса Proof of Stake. Из-за того, что внедрение гибридного Casper, вероятно, сегодня состоится в этом году, команда проекта стремится отсрочить так называемый ледниковый период. Ну, что касается самого разработчика Ethereum, я могу подчеркнуть, что Виталик еще в прошлом году заявлял о том, что через 2 года майнинг уже будет не в тренде, по крайней мере, в отношении Ethereum. И Ethereum будет переходить на Proof of Stake, где, соответственно, майнинг просто невозможен. Поэтому это тоже нужно иметь в виду, и я считаю, что, наверное, год и майнингу уже будет конец. Что касается следующей новости, то, что в Южной Корее создано регулятивное криптовалютное подразделение, и в полномочия бюро будет входить курирование политики в области финансовых инноваций, финансовые услуги с применением технологий и больших данных, а также реагирование на новые разработки и вызовы, такие как криптовалюты, заявил представитель ФССР. Ну и напоследок, число лайнинг-каналов в сети биткоина впервые превысило 10 тысяч, и при этом число активных лайтнинг-нод преодолело отметку в 2800. Примечательно, что объем, передаваемый по лайнинг-каналам средств всего за месяц, вырос на 288%, 21 июля ставил рекордные 100 BTC. Ну и напомним, что ранее стало известно, что принадлежащие веб-сайту Shitcoin.com но доконтролирует больше половины совокупного объема средств лайтнинг-нетворк, 51%. Ну, что касается итогов по криптовалютам, считаю, сейчас, конечно, ситуация с биткоином у нас будет еще улучшаться. Ну и значит, дневной диапазон у нас расширился буквально с 7300, он поднялся до 7700. Что можно тут сказать? Я считаю, что у нас биткоин долетит до 7800. Если мы будем смотреть по теханализу, то тут практически зона, в которой биткоин пока что остановится, это 7700. Но я думаю, он преодолеет эту отметку и закончит сегодня торги где-то 7800-7700 все-таки они закончатся. А что касается биткоин-доминанс и вообще доминирования на рынке биткоина, считаю, что оно тоже будет пока что расти. Альты пока что у нас будут стоять на месте. Это, кстати, хорошее. Значит, пора докупить что-то и исходить это из того, что они, альткоины, вернее, они находятся на дне. И нужно это учитывать, потому что потом, может быть, поздно, потом, когда, например, сейчас хомячков вынуждает, чтобы они продавали альты и выходили в биткоин, то потом альты вырастут, биткоин-доминанс упадет и до прежних 38%, и при этом альты будут опять, значит, править балом, править рынком. И именно сейчас я считаю, что холдить те альты, которые находятся на полном дне, не являются плохой идеей. Ну а с вами был Криптофатеев. Всем спасибо за просмотры, всем удачи и всем пока.